Соперник однозначно самый лучший, я считаю, самый лучший боец в мире, не только в России. Я считаю, что я ничем не уступлю ему. Я тоже функционально готов, физически готов. Считаю, что я уже в форме, я в пиком форме, заряжен. Я готовлюсь день за днем, улучшаюсь. Нанести такому бойцу поражение, это больше, чем получить пояс, наверное. Асимхон, приветствую тебя. Алексей, можно ли говорить, что маленькая твоя мечта, или даже больше цель, наконец-то исполнилась? Потому что я знаю, ты хотел попасть в гран-при ACA, и наконец-то ты в нем. Когда услышал это, узнал эту информацию, можешь вспомнить, какие первые эмоции у тебя были? Алексей, приветствую. Скажем так, да, мечта сбывается, готовимся. Я говорил, я готов, заряжен. До этого момента тоже говорил, что хочу в гран-при руководство лиги. Вот, вот по улице Вишневу уже я в гран-при. Ты выходишь, скажем так, на замену, не на краткосрочную, но, тем не менее, на замену вместо Аскара Аскарова в поединке против Азамата Керифова. Узнав имя оппонента, что первое приходит на ум? Да, я готовился, я знал, что кто-то, по-любому, что-то может случиться, травмы какие-то. Мне заранее говорили, что я, то есть, на замену можно или имя соперника услышал. Что сказать насчет соперника? Соперник, однозначно, самый лучший, я считаю, самый лучший боец в мире, не только в России. 16-0. Уважение ему, но возраст сказывается. И все, мое время сейчас. То есть, ты считаешь, что в первом поединке гран-при ты встречаешься с безусловным фаворитом? Ну, букмекерские конторы, так и считаю, я не знаю, поехали, не знаю, как сложится. У Азамата Керифова 16 поединков, как ты сказал, во всех одержаны победы. При этом 11 боев он победил решением судей. То есть, его сильная сторона, если брать статистику, это, наверное, его кардио, его функциональная подготовка. А в чем главная опасность для тебя, касаемо, может быть, ударной техники или его борцовских навыков? Как бы ты это оценил? Скажем так, я тоже, я считаю, что я ничем не уступлю ему. Я тоже функционально готов, физически готов, скажем так, молодой, перспективнее. Считаю, что я ему ничем не уступляю. Как ты считаешь, у него есть некий простой, он провел всего один поединок в 2021 году и один поединок в 2022. Ты при этом сейчас, скажем так, в активной фазе, ты постоянно регулярно проводишь поединки. Этот простой может как-то сказаться на Азамате? Все-таки дистанция 5 раундов, опять же. Конечно, сказываться будет по-любому. Человек два года не дрался почти. И я не знаю, он как будет, то есть физически, функционально, я не знаю, как будет готов, но считаю, что я уже в форме, я в пиком форме, заряжен. Я готовлюсь день за днем, улучшаюсь. Это первый поединок, 5 раундовый, в твоей карьере. Что ты поменял в тренировочном процессе, может, внес какие-то нововведения? Нет, у нас то же самое. С Артуром готовимся, с парень-партнерами готовимся, все хорошо, ничего не поменялось так же. Твой прогноз на ваш поединок, как он закончится? Не люблю сказывать, чем закончится поединок, я всегда готовлюсь. Вот, например, до этого момента я 3 раунда постоянно дрался, в этот раз 5 раунд, чуть-чуть посложнее, но я заряжен, я готов к этому бою. Ничего не поменялся. То, что у Азамата рекорд 16-0, нанести первое поражение ему в карьере, это дополнительно тебя как-то мотивирует? Естественно, нанести такому бойцу поражение, это больше, чем получить пояс, наверное. И он бывший чемпион всех, сейчас чемпионов, которые в лиге лидируют, скажем, его выигрывал и до этого чемпиона выигрывал. Поэтому, если я выиграю, это будет для меня победой, это будет однозначно такой для меня особенный поединок. Асимхон, мы знаем, что в 57 кг в гран-при собраны прям топы со всей страны, наверное. И не могу не спросить про один бой, возможный бой, твой поединок против Азама Гафорова. Я знаю, что вы в хороших отношениях дружите, я знаю, что вы в зале «Волф» тренируетесь вместе. Обсуждали, может быть, как-то с Азамом это, если вдруг встретитесь? Ну, не станет ли это проблемой в поединке и никак не повлияет на ваши, скажем так, дружеские отношения? Я так скажу, во-первых, надо пройти Азамата, выиграть надо. Многие вопросы задают в инстаграме, где-то на улицах, задают вопросы, что там с Азамом будешь драться, не будешь, вы же земляки. И это то, скажу так, это спорт, ничего личного, то есть я могу подраться, так же завтра посидеть, покушать с ним. Почему бы не драться, а это же, как говорят все, это бизнес, то же самое, в бизнесе нет дружбы, как говорится. За клеткой дружба, клетки уже соперники. Спасибо большое, желаю тебе яркого боя. Спасибо всем большое, огромное спасибо руководству Лиги ACA за то, что дали возможность проявить себя.